Добрый день! В студии Елена Фогель и это программа «Отверсий к истине». Как ни странно, одним из признаков нормального развития человека, личности, является его способность искажать действительность намеренно и говорить неправду, ложь. С тех времен, как появилось человечество, люди в рот, и с тех же времен появились способы, которые пытаются разоблачить их во лжи. В разное время, еще с древнейших времен, пытались фиксировать количество слюноотделения, количество потоотделения, направление взгляда, темпра голоса, частоту пульса и другие физиологические реакции. Именно этими вещами занимались различные служители культа и общественные деятельности с одной целью – выявить скрываемую, причастную к совершенному деянию, выявить ложные показания. Развитие этих способов нашло свое логическое завершение в сегодняшнем современном полиграфе, который по-другому еще некоторые называют детектор лжи. Это высокоточный, высокоинформативный прибор, который позволяет фиксировать множество физиологических реакций. Но является ли он на самом деле детектором лжи? Не ошибается ли он? Можно ли обмануть специалиста и прибор? Как с ним работать? Об этих вопросах, как всегда, из первых уст, сегодня попытаемся разобраться со старшим специалистом отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Ольгой Владимировной Мустафиной. Добрый день, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Я думаю, что сегодня мы с вами постараемся ответить на самые интересные вопросы, которые тревожат наших зрителей, наших студентов, наших ученых и практиков. Что такое полиграф, с чем его едят и что он может нам предоставить. И прежде всего, конечно, скажите, пожалуйста, что это за такое чудо-прибор? И на самом деле прямо вот подключил кнопочку «Говори правду, выявляй правду» и он нам скажет, правда это или ложь. Но вообще тестирование на полиграфе – это научно обоснованный метод выявления скрываемой человеком информации, основанной на аппаратурной регистрации комплекса физиологических реакций, которые у подавляющего большинства людей не поддаются сознательному контролю. То есть они возникают автоматически, независимо от желания человека. Поэтому человек, каким бы там сильным, опытным, волевым не был, сознательно он на эти моменты все влиять не может. И я хотела бы тогда сразу рассказать о том, из чего он состоит. Вообще, как бы современный полиграф, он состоит из бука, и сюда непосредственно как бы главная его часть – это вот этот блок. К этому блоку подключаются различные датчики. Ну, конкретно какие? Значит, у нас есть два датчика – это на верхнее дыхание и на нижнее. Почему два? Потому что у человека два вида дыхания. Когда человек обманывает, происходит рассогласование между верхним дыханием и нижним. На руку человека мы надеваем датчик артериального давления. Этот датчик фиксирует изменение давления во время ответа на вопрос, потому что когда человек обманывает, то давление у него меняется. На другую руку мы всегда человеку надеваем еще два датчика. Это вот непосредственно датчик кожно-гальванической реакции, который состоит из двух металлических датчиков, которые надеваются на пальцы. Да, я могу вам даже продемонстрировать. Да, давайте. Значит, этот датчик надевается на два пальца. И еще раз говорю, этот датчик фиксирует изменения потоотделения, потому что когда человек обманывает, то потоотделение у него меняется. И также на эту руку еще надевается очень интересный датчик. Чем он интересен? Тут стоит чувствительная фотопластинка, которая фиксирует спазмирование сосудов пальцев. То есть когда человек обманывает, происходит спазм сосудов. Хотим, не хотим, но это с нами происходит. И датчики это, соответственно, и измеряют, и фиксируют. Все эти датчики, о которых я сказала, они подключаются к блоку. Еще я не сказала про один датчик, который состоит из двух металлических пластинок. Он кладется либо под ноги, либо человек на него присаживается. Этот датчик фиксирует движение, потому что существуют же разные способы противодействия. И один из них, который вот прямо широко используется и распространен, это механическое. И, соответственно, когда человек производит движение, то этот датчик, он очень хорошо все это фиксирует и показывает, получается. Поэтому эти моменты полиграфологи очень легко и хорошо отслеживают. Ольга Владимировна, вот что касается датчика движения, означает ли это, что в идеале человек, который не зрет, испытуемый, который не скрывает каких-то вещей, он сидит неподвижно. Ему не нужно двигаться, и любое его движение может быть истолковано как склонность что-то скрыть. Для того, чтобы пройти тестирование, человеку дается инструкция, согласно которой человек не двигается только во время, когда идет запись полиграммы. Когда запись заканчивается, то человек может спокойно двигаться, складывать нога на ногу, шевелить одной рукой второй. Второе, самое главное, чтобы человек не двигался во время записи полиграммы. Потому что да, это может в какой-то степени трактоваться как противодействие. К тому же все датчики, которые я вам показала и рассказала, они очень чувствительны. И любой там вздох, превздох, это все очень четко и хорошо сразу же отражается на полиграммах, получается. Многих наших зрителей интересует такой момент. Вот когда человек идет на исследование, он, естественно, очень волнуется. Самое главное, он волнуется, что он будет волноваться, его волнение сочтут как скрываемую причастность. Хотя на самом деле он ничего не скрывает, но он очень боится, что ему не поверят. Есть ли какие-то технологии выявления вот такого волнения и отличие его от волнения, выдающего ложь? Вообще, вы знаете, любой человек, приходя на тестирование, волнуется. Хоть он один раз пришел, второй, третий и так далее. В принципе, это нормальное состояние человека. Поэтому в начале исследования всегда проводится претестовая беседа, в ходе которой мы человеку обязательно рассказываем про устройство прибора, про то, как он проводится, обязательно проходим с ним все вопросы, которые ему будут задаваться. Это не значит, что человек пришел, на него надели датчики и все, начали работать. Нет, то есть идет претестовая беседа. В ходе претестовой беседы мы обязательно, я еще раз говорю, рассказываем про работу прибора, про механизм рассогласования, который лежит в основе работы этого прибора. Я показываю человеку даже реакции, которые мы получаем, когда он обманывает и когда он говорит правду. Мы обязательно интересуемся состоянием человека, чтобы он чувствовал себя хорошо. Я имею в виду не по своему психическому состоянию, по физиологическому, чтобы у него на данный момент не было никаких болевых синдромов, чтобы он хорошо поспал, что у него нет каких-то хронических заболеваний, которые на данный момент, именно в период прохождения ПФИ, были, так скажем, в стадии обострения. Поэтому эти все вопросы в обязательном порядке проговариваются. И что касается непосредственно тревожности, я прямо проговариваю этот момент. И человеку говорю, что если вы волнуетесь, тревожитесь, то, пожалуйста, волнуйтесь на здоровье. Хотите сильно, хотите слабо, хотите тряситесь тут от страха. На результаты это не сказывается. Почему? Потому что в начале исследования в обязательном порядке мы фиксируем исходное эмоциональное состояние человека. Это является как бы отправной точкой, на которую мы потом ориентируемся. То есть для этого проводятся установочные тесты. И, соответственно, мы, еще раз говорю, мы фиксируем на полиграфе памяти человека, а не его эмоциональное состояние. А поэтому, по сути дела, его волнение никак не сказывается. Ну вот постепенно мы подобрались к вопросу, наверное, который основной для вас, и который задают вам всегда и постоянно, о возможности противодействия полиграфу. Вот некоторые говорят, нужно напиться успокоительного. Некоторые говорят, нужно про себя петь какую-то песенку. Некоторые говорят, нужно очень крепко сжимать мышцы различных частей тела, и тогда ты обманешь полиграф. Что из этого правда? Я хочу сказать, что вот эти все способы, они прописаны в интернете. И сейчас большинство людей, которые приходят на полиграф, они обязательно все эти моменты изучают, потому что им так, наверное, проще и спокойнее приходить на полиграф. Но я хочу сказать, что настоящие способы противодействия в интернет выкладывать никто не будет. Это способы, которые полиграфолог вычисляет на основании информативных признаков, которые он отсматривает по полиграмме. Что касается противодействия, противодействия же их несколько есть. Есть механическое, есть фармакологическое, есть психическое или психологическое, мы говорим. Есть определенные подборы полиграмм, которые нам уже позволяют знать, какой препарат человек принял. То есть как себя ведет физиология человека, когда он, например, принимает какие-нибудь успокоительные препараты. Как себя ведет физиология, когда человек какие-то ноотропы, например, принимает, либо что-то более серьезное. И кроме того, когда человек какие-то более серьезные препараты принимает, В принципе, по внешним уже показателям эти все моменты отслеживаются. Ну, по механическим я сказала, что это все прекрасно видно на полиграммах. Что касается психологического или психического противодействия, это, конечно, оно более, так скажем, продуманное, сложное. Но все равно эти моменты видны, например, на латентном времени ответа человека. Потому что если, как вы говорите, например, человек какую-то песенку поет, либо еще что-то, латентное время у него на вопросы меняется, это тоже все хорошо отслеживается. А у всех по-разному. Кто-то старается еще до того, пока полиграфолог не задал вопрос, вдруг отвечать или отвечает как-то не совсем в попад, скажем. Поэтому эти моменты все видны. И я хочу сказать еще раз, что настоящие способы противодействия в открытый доступ выкладывать никто не будет. Конечно, людей научают противодействовать полиграфу, но для этого подбирают, во-первых, людей по определенной физиологии. Для этого нужны определенные тренировочные занятия. И в основном, конечно, это готовят сотрудников ФСБ или служба внешней разведки. Но большинство людей, которые приходят на полиграф, они там не работают. Поэтому получается, что люди в плане противодействия перед полиграфом, ну, беззащитны, так скажем. Вот так. Потому что хороший специалист, он все эти моменты улавливает, просматривает и видит. То есть если ты не сотрудник спецслужб с 20-летним стажем, проходящий различные тренировки по обману полиграфа, обмануть этот прибор практически невозможно. И если, Ольга Владимировна, какая-то категория людей, которые не подлежат проверке на полиграфе, скажем, ну вот по аналогии говорят, есть люди, которые подвергаются гипнозу, подвержены, а есть нет. Может быть, есть какие-то люди, страдающие определенным заболеванием или отличающиеся особым строением физиологическим, но которые просто не подлежат проверке на полиграфе. Ну, во-первых, это люди до 14 лет. То есть мы детей не берем, не берем. С 14 до 18 проводится полиграф, но тут обязательно наличие судебно-психиатрической экспертизы в отношении человека, где психолог, ну, соответственно, что там нет никаких психических заболеваний, и где психолог прописывает такие моменты, что человек не склонен к лжи, фантазированию, внушаемости, вот прямо эти моменты относительно с 14 до 18 лет, они должны быть прописаны. Следующее противопоказание – это при беременности мы не берем, то есть независимо от того, какой срок маленький, большой и так далее. Если у полиграфолога есть информация о том, что человек, например, состоит на учете в связи с психическим заболеванием, то есть в отношении таких лиц полиграф не проводится. Еще хотел сказать, не только у психиатра состоит на учете, плюс у нарколога, если есть определенные проблемы с приемом алкоголя, либо наркотиков, то есть человек уже, есть, так скажем, подтвержденная информация об этом, либо если человек приходит и заявляет, что у него на данный момент идет обострение какого-то заболевания, то есть это связано, конечно, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, либо такие уже сложные хронические заболевания, типа сахарного диабета, там заболевания с легкими какие-то, то есть мы в данном случае приостанавливаемся и ждем, когда человек пойдет на поправку, и когда он уже себя будет хорошо чувствовать, то в этом случае мы проводим, но и то там все зависит, например, что касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, тут имеется в виду, какая стадия риска человека вот этого заболевания, поэтому тут очень много нюансов, так скажем, и каждый случай он будет рассматриваться отдельно. Либо если человека привозят, и вдруг он в данный момент находится в состоянии наркотическом, либо в состоянии алкогольного опьянения, то в этом случае мы просто ждем, когда человек протрезвеет, по наркотикам там немножко по-другому, но тем не менее вот на данный момент исследования откладывается, либо когда человек приходит, и он, допустим, не спал всю ночь, то есть он там откуда-то ехал, либо еще какие-то причины, то есть мы опять же приостанавливаемся, просим, чтобы он сходил, поспал. Почему? Потому что нам нужно фиксировать физиологию человека, а для того, чтобы ее зафиксировать, человек, он все равно относительно должен быть в бодром состоянии, состояние, а сама процедура тестирования на полиграфе, она достаточно монотонная. Монотонная почему? Потому что один и тот же вопрос предъявляется человеку несколько раз, и вот в этом состоянии человек, он все равно утомляется, может засыпать, и для того, чтобы таких моментов не было, поэтому мы просим, чтобы человек приходил в бодром состоянии. А скажите, пожалуйста, уточнить интересно по поводу беременных женщин. Не проводятся исследования в отношении беременных женщин по каким причинам? По причинам щадящим волнения и возможного негативного влияния на плод, либо по причине эмоциональной нестабильности, которая возникает при беременной жизни? Я бы сказала, что больше по причине эмоциональной нестабильности, потому что датчики, они как бы вот одеваются на человека, эти датчики безвредны, током не бьет, то есть никаких вредных внешних воздействий на человека не производится. Во время процедуры он просто сидит в датчиках, в спокойной, так скажем, обстановке и отвечает на вопросы. Ну, поскольку тут у беременной женщины несколько иная ситуация, чем у обычного человека, не находящегося в беременности, соответственно, вот их лучше не брать. Поэтому, конечно, когда приходит девушка или женщина, мы в обязательном порядке ее спрашиваем о наличии беременности для того, чтобы потом не было никаких ни казусов, ни каких-то сложных ситуаций ни для нее, соответственно, ни для нас. Еще не могу не спросить, что касается субъектов, испытуемых, да, которые не подлежат проверке, или подлежат, но с проблемами. Если человек иностранный гражданин, он плохо говорит по-русски, как с ним будет? Вот вы знаете, у нас такой практики нет проведения иностранцев. Почему? Потому что она очень трудозатратна. Почему? Потому что для того, чтобы провести иностранцу, нужно наличие двух переводчиков. То есть один проверяет другого, правильно ли он переводит. С ними идет тренировка. То есть это не просто вот все собрались и сразу же как бы мы начали. Потому что сначала говорит полиграфолог, потом переводчик переводит. Соответственно, другой переводчик отслеживает этот момент и время всего исследования растягивается. Поэтому она есть в теории, но на практике она не применяется. Она низкоэффективна. И самому полиграфологу очень сложно отслеживать вообще, как человек воспринимает, какие комментарии он отдает на вопрос, что вкладывает в понятия их. Поэтому тут такие нюансы. Их лучше не брать для того, чтобы не получать искаженных каких-то результатов, так скажем, исследований. Ольга Владимировна, сейчас к полиграфу такое неоднозначное отношение в обществе. Кто-то говорит, что это универсальное средство практически от всего. Кто-то говорит о том, что найдено, наконец, средство, которое позволяет нам выявить сложность показаний и раскрыть практически все преступления. Кто-то говорит, что это что-то из разряда фантастики и какой-то псевдонаучности. И в связи с этим очень многие дискуссии ведутся относительно того, как расценивать результаты полиграфа исследования в уголовном судопроизводстве. Так вот, в связи с этим вопрос такой. По каким делам чаще всего вы проводите исследования? И вторая составляющая вопроса, как вообще это расценивается? Значит, мы проводим исследования или психофизиологические исследования с применением полиграфа по различным делам. Вот прямо по различным. Какие заявки или запросы от следователей поступают, мы по теме работаем. А есть какая-то категория дел, по которым мы чаще всего практически всегда? Да, есть, конечно, статистика. Мы такую статистику ведем. В основном это 105-е, 111-е, 131-е, 132-е статьи. И вот интересная такая тенденция. За последние два года по 143-й начали работать, то есть связанная с нарушением требований охраны труда. Раньше таких запросов не было. Сейчас появились, и вот прямо как-то этот год стал активным. Да, я бы так сказала. Ну и сейчас еще я хотела сказать, такой прям акцент на этом сделать, что активная работа идет по преступлениям прошлых лет. Ну это в основном, конечно, 105-е, 111-е. То есть основное средство, в основном, конечно, это преступления против личности. Против личности. Наверное, если особенно на несовершеннолетних, то здесь, скорее всего, вы помогаете в исследовании кемиологически значимой информации. А вот что касается процессуальной формы исследования, в теории существуют две формы, как известно. Это психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа и так называемый оперативный полиграф, да, опрос с применением полиграфа. Естественно, доказательственные значения колоссальные между ними, разница большая. Как сейчас обстоят дела на практике? Проводятся ли исследования, проводятся ли экспертизы? Вот вы знаете, у нас экспертно-криминалистический отдел в следственном управлении был создан в 2014 году, и мы проводили исследования и экспертизы. То есть мы и то, и то проводили. Потом нас перевели в судебно-экспертный центр. Мы также продолжали проводить и то, и то. И в 2021 году по распоряжению председателя Следственного комитета полиграфологи по России, по всей, были переведены в отделы криминалистики, и теперь мы занимаемся в основном оперативной направленностью, то есть мы отрабатываем разные версии следствия, следователей, то есть по тем или иным преступлениям. И сейчас мы проводим исследования, и делаем, так скажем, вернее так, мы проводим исследования, но по результатам мы выдаем либо заключение специалиста, либо справки. Справка – это не процессуальная форма, и в принципе сейчас большинство полиграфологов переходит на это направление именно на справки. Для того, чтобы придать форму процессуальности, специалиста просто допрашивают, и, соответственно, допрос специалиста вкладывается в уголовное дело. А вообще, что касается любого исследования, которое проводится, оно по нему составляется, так скажем, справка, которая направляется в главное управление криминалистики, где мы должны отразить, куда это исследование включили. То есть либо его включили в обвинительное следователе, либо это исследование способствовало возбуждению, например, уголовного дела, либо оно способствовало прекращению. Поэтому, по сути дела, каждое исследование, оно имеет определенные отклики и вот оформляется соответствующим образом. Вообще, практически на любой стадии уголовного судопроизводства вы проводите исследование, соответственно, которое решает свои задачи. А отличаются ли методы и методики исследования в равных экспертизах, которые вы проводили раньше, и сегодняшних исследований? Либо, по сути, процедурно примерно то же самое? Вообще, по самой процедуре проведения все так же. То есть человек приходит в обязательном порядке, с ним проводится притестовая беседа, где все, значит, вот эти моменты, о которых я сказала до этого, они все проговариваются, потом проводятся исследования, потом, если необходимо, проводится послетестовая беседа, и все это, соответственно, оформляется в виде заключения, либо в виде справки по методикам, которые используются. Значит, когда мы проводили исследования и экспертизы, были более жесткие, что ли, требования к наличию тех методик, которыми мы работали. И сейчас, когда мы перешли на оперативную направленность, мы можем использовать различные методики, по сути дела, нас никто ничем не ограничивает. Да, ну то есть они, конечно, прописаны, у нас есть свои внутренние методические рекомендации, согласно которым мы работаем. Но я хочу сказать, что по количеству методик, которые мы раньше вот использовали, и сейчас картинка немножко поменялась. То есть сейчас мы более, еще раз говорю, что мы более свободны при выборе этих методик. Главное получить результат, так скажем. Поэтому, да. Отличаются ли методики, которые вы используете? Вообще методика, мне кажется, это тот ключевой момент. Это ведь одна из причин, по которой такое было скептическое отношение к результатам экспертизы. Поскольку любая экспертиза, она проводится по утвержденной, апробированной методике, четкие действия. А здесь несколько были проблемы, да, с методикой психофизиологической исследований? Она даже и до сих пор есть, так скажем. Есть, да? Потому что эти споры относительно методик продолжаются. Значит, большинство полиграфологов до этого, ну и сейчас, наверное, я, конечно, с дурки говорить не буду, работала американскими методиками. Вообще методики в полиграфе, которые применяются, они подразделяются на две группы. Это методика контрольных вопросов и методика выявления скрываемой информации. Вот это две основные группы, и в каждой группе существует свой набор тестов, скажем, которые используются. Когда мы проводим исследования либо вот экспертизы, мы, по сути дела, работали только методикой выявления, методикой контрольных вопросов. И тесты из методики выявления скрываемой информации мы фактически не использовали, потому что они считались невалидными. Сейчас мы используем из методики контрольных вопросов и из методики выявления скрываемой информации. Опять же, когда проводим... Ну, то есть там есть свои тесты, которые, опять же, более валидны, менее валидны. И вот когда были экспертизы, то прямо ограничения были по этим моментам. Сейчас, пожалуйста, и там, и там ты можешь брать, еще раз говорю, главное получить результат определенный. Определенный результат, это, наверное, та информация климатическое значимое, которая помогает следствию принять определенные решения. Можете ли вы вспомнить, может быть, какие-то есть моменты, несмотря на то, что результаты исследования, они, конечно, не имеют доказательственного значения, но, может быть, есть какие-то примеры, которые подтверждают, что ключевым моментом в выдвижении правильных, более проверяемых, более вероятных криминалистических версий явилось именно психофизиологическое исследование с применением полиграфа? Ну, вообще, таких примеров, в принципе, много. Это и по потеряшкам. Допустим, когда большой круг людей проверяется на полиграфе, я имею в виду по безвестному исчезновению, и тут большая надежда на полиграф, чтобы зацепить именно того человека, который имеет отношение к этой ситуации, и просеять, и не обвинить тех людей, которые к этому отношения не имеют, так скажем. Это и по 131, по 132, потому что там тоже свои моменты и нюансы возникают. Ну, то есть, в принципе, тут по-любому, так скажем. Были ли случаи, когда на стадии предтестовой беседы человек, увидев вот это все, испугавшись, сказал, я отказываюсь, я во всем признаюсь? У меня была такая ситуация, я проводила предтестовую беседу по преступлению, по 105-й, таксиста сожгли, и ко мне привели человека, и после предтестовой беседы он от полиграфа отказался, он как бы на этапе предтестовой беседы дал уже признательные показания. Да, такое было. То есть, уже не приступая к основному тестированию, он понял, что та скрываемая причастность будет, которая есть, она будет выявлена, и дал признательные показания. Бывает еще, как бы, и после, когда уже провел исследование, и ты человеку показываешь результат, того, ну, что ты видишь, что человек уходит в причастность, что он при делах и знает какие-то моменты, знает какие-то признаки по данному преступлению, и уже после того, как исследование прошло, то есть, начинаешь беседовать с ним, и человеку он тоже отдает признательные показания. Ольга Владимировна, бытует такое мнение, неправильное в корне, что во всех экспертизах, в которых существует такое активное техническое оснащение, львиная доля успеха принадлежит именно прибору. Ну, вот по аналогии говорят, а дарология производится с собакой, хотя на самом деле, естественно, собака – это просто детектор, который фиксирует реакции, а на самом деле производит специалист. То же здесь. Некоторые говорят, вот хороший полиграф, он выявит, плохой – нет. Но за кадром очень часто, по крайней мере, в обыденном понимании остается специалист, то есть лицо, которое главное действующее, которое расшифровывает полиграммы, принимает решения и так далее. Как Вы считаете, вот эта достаточно сложная работа, какими и в какой области навыками, знаниями должен обладать грамотный, высококвалифицированный полиграфолог, чтобы делать такие достаточно серьезные для испытуемого выводы? Я бы сказала, этот человек, он должен быть многогранен, должен владеть знаниями в различных науках. Ну, конечно же, это психология, потому что мы непосредственно с человеком общаемся, мы должны понимать, что с ним происходит, почему это происходит. Это физиология, потому что мы регистрируем психо… именно физиологические, психофизиологические реакции. Что у человека происходит там, почему у него такой пульс, например, что у него происходит с давлением, с дыханием, что происходит на данный момент. То есть вот эти моменты физиологии, анатомии, они обязательно даются полиграфологу, я имею в виду человеку, который учится на полиграфолога. Это в обязательном порядке. Ну и, конечно же, психология невербалика. То есть еще… Ну, она относится к психологии, курс по невербалике, он тоже важен, потому что он помогает специалисту определенному образом уже какой-то портрет по человеку составить, исходя из притестовой беседы. Ну и юридически, конечно. Если ты работаешь в структуре, то по юридическим аспектам ты должен быть подкован и знать их обязательно. Насколько загружен ваш отдел, насколько загружены ваши специалисты, существует ли какая-то очередь, какой-то норматив, в который вы пытаетесь уложиться, либо насколько это востребовано сейчас? В структуре это востребовано. Очередь существует, очередь всегда есть. Вообще таких моментов не было, чтобы очередь… Если вы сидите без работы, если вы сидите без работы, вообще такого нет. То есть, я не знаю, и не было, в принципе, вообще никогда. Как бы есть определенные нормативы, которые прописаны в методических рекомендациях, где прописано прям не более 120 человек в год. Но у нас цифры другие, то есть у нас побольше получается. Хватает ли специалистов? На все потребности, которые сейчас существуют? На данный момент у нас в следственном комитете работает два полиграфолога. Раньше было три, то есть когда мы были в экспертно-криминалистическом отделе, три. На всю область очень немного. Немного, да. Поэтому у нас частые командировки. Есть ли у наших студентов шансы стать когда-то полиграфологами? Как вы думаете? Я думаю, что есть, да. Для этого необходимо получить, наверное, тогда не просто дополнительное образование. То есть юридическое – это хорошо. Сейчас для полиграфологов следственного комитета необходимое требование, прям требование – это наличие психологического образования. Если раньше не было такого требования, то сейчас в обязательном порядке. И коллеги, которые, допустим, когда-то они имели его, они идут и получают его. Ну и, конечно, это курсы, либо дополнительное, так скажем, образование, где уже непосредственно учат замполиграфологии всем секретам, которые применяются во время исследования. Ну и завершая нашу беседу, несколько такой личный вопрос. А не секрет, что сотрудники следственного комитета, они всегда работают очень много, загружены. Естественно, они решают очень важные общественные задачи. Но у вас достаточно специфическая сфера, и вас мало, вы делаете очень сложные моменты. Интересно ли вам? Получаете ли вы удовольствие от такой работы? Сложный, затратный, трудоемка? Конечно, если бы я не получала, то я бы тогда и не работала в этом направлении. Большое удовлетворение получаешь, когда ты что-то раскрываешь и оказываешь помощь следствию, прямо от этого огромное моральное удовольствие, что вот ты поработал здорово. Полиграф — это высокотехнологичный прибор, который не является каким-то псевдонамочным моментом. Он позволяет исследовать множество психофизиологических реакций на ту информацию, которую сообщает испытуемый. Вопросы, которые задаются при психофизиологическом исследовании с применением полиграфа, составляются высококвалифицированным специалистом, лицом, сведущим не только в области юриспруденции, но и в области психологии, физиологии и иных наук. Это, естественно, творчески интересный, увлекаемый процесс, но тем не менее информация, которая получена от психофизиологического исследования с применением полиграфа, безусловно, обладает свойствами научности и обоснованностями. Это была программа «Отверстия к истине», о расследовании преступлений профессионально, непосредственно, интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова